семья савченко приветствует вас в рубрике многодетная мама добрый день сегодня с вами лидия савченко на канале семья савченко в рубрике многодетная мама сегодня я хочу с вами поговорить об организации графика уборки по дому и я сейчас расскажу в чем заключается вот этот распорядок моей уборки первый раз я увидела это кто-то выставлял из моих друзей на фейсбуке но я не обратила такого серьезного внимания на это потому что я не подумала что это так важно потому что все равно я убираю дома я стираю у меня не захламлен дом но потом я поняла что мне нужен какой-то график потому что очень тяжело например у меня приходит настроение убирать я начинаю везде убирать убираю в туалете убираю на кухне убираю там 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 потом я обессиливаю и у меня тогда не получается все сделать как я хотела поэтому я стала смотреть различные графики как люди строят как люди организовывают свою жизнь не все что есть на интернете работает одинаково для всех не все графики работают одинаково для всех но сегодня я поговорю только об уборке я сделала вот такой вот распорядок уборки на неделю этот распорядок у нас будет стоять в линке под этим видео его можно будет скачать на нашем веб-сайте он будет цветной я себе тоже цветной сделает я просто на принтере сейчас распечатала чтобы чисто вам показать еще одно все что написано на бумаге у меня это не значит что оно должно быть также у всех например я распечатала понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье мы отдыхаем например в понедельник для меня больше подходит убрать в зале зал эта комната через которую мы проходим куда бы мы не шли но это в нашем доме поэтому для меня это работает лучше и зал я вижу больше всего поэтому когда в зале беспорядок мне от этого плохо мне от этого не очень приятно видеть этот беспорядок или мусор или там валяется что-то поэтому я решила понедельник посвятить уборки в зале вообще на как на всю уборку которую стоит каждый день час или два я предлагаю это делать когда дети ушли в школу и если мама не работает мне нужно идти на работу то это время самое хорошее когда еще утро у вас есть силы детей нету они в школе малышей можно занять чем-то они могут поиграть порисовать еще что-то поделать а а мы можем заняться именно уборкой и вы увидите как вам на весь день будет легко и светло от того что вот этот участок в доме у вас чистый это не значит что например в понедельник убрала зал и он будет всю неделю чистый нет он будет и опять будет что-то валяться опять что-то упадет опять но большую уборку мы делаем один раз в неделю и оставшуюся неделю нам будет нужно только по мелочам там подобрал там убрал я вам пробегусь так быстренько по этому распорядку называется распорядок уборки на неделю понедельник уборка зала что мы в зале убираем мы протираем пыль где мы протираем пыль над камином я про свой дом рассказываю над камином на пианино на столиках если мы видим пыль какая-то там на стенах там или еще где-то протираем со шкафов со всяких но прежде чем вытереть пыль нужно разобрать то что у нас лежит на том же пианино на том же журнальном столике или на столе бывают даже на пианино у меня дети занимаются на музыке или я сама играю положишь но ты думаешь а потом уберу еще там и она копится 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 и накапливается это называется hot spots hot spots это такие горячие точки на которых у нас что-то копится сначала разобрать все эти горячие участки протереть пыль подобрать вещи на полу пропылесосить везде зале или у кого паркетные полы или еще какие-то то протереть пыль и протереть дверные ручки тряпочкой влажной протереть стены где дети бывают там заляпали что это или там конфету кто-то размазал или еще что-то протереть стены хотя бы на уровне вот груди ли чтоб чистенько было ручки и протереть окна вымыть окна чтобы были чистенькие следующий день вторник это я себе поставила уборка кухни и столовой вторник это день еще такой после понедельника у меня во вторник самая сила появляется так что я могу заняться кухней это мне нужно разобрать шкафчики перебрать поставить все по местам бывает там достал соль достал перец достал какие-то специи и там поставил на плите осталось или осталось там около плиты или на тумбочке еще где-то расставить все по местам посмотреть шкафчики посмотреть ящички перебрать не нужно выкинуть все что не нужно протереть холодильник если перебрать просмотреть в холодильнике может что-то уже там испортилось может быть что-то пролилось вытереть в общем холодильник организовать а вы мать плиту и микроволновку а также помыть протереть окна и стены посмотреть если там нигде пыли нету на лампочки там или на если есть у вас там фен этот вентилятор также дверные ручки дверь все протереть и вымыть в конце пол всегда все что я заканчиваю заканчиваю полом протереть вымыть пол среда уборка спальных комнат это не значит что мама должна убирать в каждой спальне я предлагаю уборку спальне делать я убираю своей спальне где мы живем с мужем дети убирают каждый в своей спальне если дети уходят школу то значит ставить какое-то время выбрать когда дети пришли со школы и заранее их подготовить например в 5 часов мы каждый идем убираем в свою комнату если я уберу в своей комнате утром то значит я могу помочь например убрать в комнате малыша то есть что нужно сделать постельное белье поменять это не обязательно делать каждую неделю протереть пыль на мебели на лампах в углах протереть стены ручки дверные ручки вымать окна подоконники разобрать хат спать вот эти горячие точки письменных столиках на тумбочках под тумбочками бывает у девочек книжки они читают у них там горы книжек около кровати носки там еще что-то в общем все разобрать прибрать шкафах повесить все если там вещи после стирки все повесить разложить в ящички вынести мусор и в конце уже вымыть пол или подмести или протереть у кого какой пол сред это была среда теперь четверг четверг уборка туалетов душевых и ванны также это не должно быть только мама делает и если у вас это привыкли делать дети то есть если вы их приучили то пусть дети продолжают то есть они знают что в четверг мы убираем ванну мы убираем ванную комнату туалет и это нужно вычистить унитаз внутри и снаружи все протереть хорошо потом вычистить душ вычистить ванну протереть все сполоснуть почистить раковину и все что на раковине у нас большая раковина где у нас зубные щетки стоят и пасты все тоже протереть все там организовать ящички это нас много девочек у нас очень много всяких резиночек заколочек бывает порвалась какая-то поломалась выкинуть это все поменять полотенца в шкаф положить новые полотенца протереть стены дверные ручки дверь если есть окно зеркало вымыть вынести мусор подмести и вымыть пол в пятницу уборка коридоров и стиральной комнаты собрать все грязные вещи по всему дому постирать их посушить развесить разложить по местам тоже это делаю например не я я могу собрать все вещи я могу постирать то есть несколько стирок загрузить и постирать посушить разложить детям всем по их корзинкам и дети уже свои корзинки разбирать то есть я не хожу по комнатам и не вешаю всем вещи то есть это делают все дети протереть стиральную машинку сушильную машинку вычистить ее если там что-то забилось если просто пыль сверху появилась коридоры следующее разобрать обувь я думаю что это не только в один день но это главный день когда например сейчас у нас наступает уже холодно то я могу уже туфли всякие убрать поставить только сапожки или там все организовать эту полочку поставить все ровненько тоже вытереть все если есть там окно или что тоже вымыть входную дверь вымойте ручки пол пропылесосить или вымыть и у вас уже будет входная входная часть дома и стиральная комната будет приведена в порядок это пятница и суббота я написал уборка в гараже на террасе или на балконе у кого что у нас балкона нет но у нас есть терраса у нас есть гараж почему в гараже в гараж у нас например в гараже мы не ставим машину у нас большой микроавтобус и у нас не помещается он в гараж поэтому в гараже у нас стоят велосипеды на которых дети ездят потом они бросают бывают ставит бывает бросает еще у нас стоят коробки куда я кидаю бумагу газеты которые пришли или пачки от бумаги там хлопьев которые там дети кушат или от молока галлоны или еще что-то пластиковые коробки коробки для бумаги бывает тоже там как-то мусор но появляется беспорядок и нужно это тоже организовать то есть лучше например если в субботу вы убираете в гараже тоже эту бумагу или увести или выкинуть или сжечь или еще что то то есть сделать порядок в гараже на террасе на балконе также убрать этих от спад всякие горячие точки если на балконе у нас что-то собирается там бывают старые цветы или старые растения которые мы оставили на потом если у вас балкон то у вас может быть есть окно тоже протереть его вымыть чистенько все сделать то есть этот день вы посвящаете гаражу или балкону или террасе что у вас есть там лоджия или что-то у кого что и если у вас есть время то вокруг дома пройтись там например что-то валяется на улице там может грабли или у кого частные дома конечно кто живет в квартирах не надо все подбирать и дети конечно везде могут помогать я как мама девятерых детей я просто призываю всех мам призывать своих детей на помощь чтобы мама не носилась по дому и не делала это все если вам утреннее время не подходит пожалуйста делайте это тогда когда дети пришли может дети вам помогут быстрее это все убрать например ванная комната я могу или сама там лазить целый час убирать унитазы и ванну и шкафчики и все ли я могу попросить кого-то из старших девочек они это сделают я могу то есть четверг например это будет мой свободный день я могу чем-то другим заняться но чтобы например знать что четверг туалет и ванны должны быть убраны вы или ваши дети это не имеет значения и это я еще раз повторю что это работает для меня это не значит что вы должны делать так же как я может быть в понедельник кому-то легче убрать свои спальни или там например во вторник кто-то убирает туалета то есть вы можете это все поменять сделать сами свой график я просто представляю это как образец любые вопросы любые предложения посылайте я хочу сама на этой неделе пройтись точно по этому графику кто хочет со мной пожалуйста смотрите мои видео в каждом дне будет написано какой день мы сегодня убираем и вперед за уборку спасибо что были со мной я лидия савченко пожалуйста подписывайтесь оставляйте комментарии вопросы ваши всегда будем вам рады similar это лайк и и и Субтитры создавал DimaTorzok